Приближаются два добрых семейных праздника, Новый год и Рождество. Многие спешат приобрести подарки для родных и близких. Специально для этого в Екатеринбурге организована православная выставка-ярмарка «Рождественский подарок». Мероприятие, наполненное предчувствием светлого торжества, проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Праздничным настроением выставки-ярмарки с нами делится Надежда Калинина. Чудесные, радостные и сделанные с любовью подарки мирской и православной тематики можно увидеть на Екатеринбургской выставке-ярмарке, открывшейся молебном. И в очередной раз мы пройдем по рядам ярмарки и увидим все многообразие и культурные традиции, и разнообразие, и пищевой, промышленной всякой традиции, которая существовала у нас на Руси. Одной из главных традиций, которая существовала в России, была традиция помощи всем страждущим и нуждающимся. Святым делом было именно так – проводить дни рождественского поста. Посетители православной выставки-ярмарки могут поучаствовать в благотворительном проекте «От сердца к сердцу» православной службы милосердия, купив игрушку, которую впоследствии сестры милосердия подарят на Рождество больному ребенку. А те, кто захотят порадовать своих детей, также могут принять участие в акции, купив игрушку на стенде службы. Стоимость уже изделия включена и благотворительная составляющая. Для тех, кому интересны традиции казачества, на выставке есть стенды станиц, на которых, кроме казачьего обмундирования, есть иконы и особые колокола, которые называются обиходными. И, конечно, в выставке традиционно участвуют подворья, монастыри и храмы, которые демонстрируют как свою продукцию, так и то, что было привезено из паломнических поездок. Есть возможность привозить величайшую святыню православного мира. Это мира святого Николая Чудотворца. На ярмарке посетителям также предлагают угощение к праздничному столу. Мед, орехи, фрукты и оливковое масло из Греции. А в день открытия прошел конкурс постной кулинарии. На выставке ярмарки «Рождественский подарок» проводится фестиваль постной кухни. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие блюда представила ваша команда? Здравствуйте! Вот тут мы можем наблюдать блюдо «Праздник души». Он состоит из свеклы. Свекла сама по себе фаршированная, овощами, поздняя осень, напиток из смородины и медовой квас. Кроме разнообразных постных блюд, на выставке-ярмарке проводятся лекции, мастер-классы по росписи и изготовлению поделок, а также музыкальные концерты. Да помилует нас за твои моления, да помилует нас... Мероприятие проходит по благословению главы Екатеринбургской митрополии, который посетил выставку в день ее открытия. Во время осмотра экспозиции владыка Кирилл познакомился со стендами монастырей и храмов из России, Украины, Белоруссии, Греции и Израиля. То же самое все желающие могут сделать до 15 декабря в Коск, Россия.